Как прорубить окно в Европу на этот вопрос, я ответить, пожалуй, не смогу. А вот живописный вид на берег отрасли сделать не так уж и сложно. Пару взмаков ковшом экскаватора, и вот себе нет стены, как говорят градозащитники, одного из памятников архитектуры Ярославля. На второй закатрасной набережной с самого утра наряды полиции. Их, а также представители власти, вызвали местные жители. Между заборов элитных коттеджей ветшает памятник архитектуры. Вместо одной из стен теперь груда кирпичей. С приездом полиции экскаватор остановился. Рабочие при виде нашей камеры уходят подальше. Вот по грудам кирпича к нам карабкается представитель собственника здания. Рассказывает, купили его несколько лет назад. Тогда дом еще не был признан памятником. Мы планировали что-то с ним сделать, но еще не знали чего. Но сейчас оказалось, что это памятник. Мы вот сейчас только от представителей департамента культуры узнали, что это какой-то вновь выявленный памятник. Так произошло крушение стены вот этого. Она просто была в очень аварийном состоянии. И мы подогнали трактор. Однако работу экскаватора на видео запечатлел депутат областной думы Роман Фомичев. Он напомнил, здание в список выявленных объектов культурного наследия внесли в прошлом году. Если даже предположить, что хозяину плевать на ценность объекта, имеющего определенный законным статус, то разрешение на снос, орден на земляные работы, разрешение на строительство нового объекта у него не существует в данный момент. Таким образом, на лицо нарушение градостроительного законодательства и совершение действий, оказывающих влияние на жизнь и безопасность людей. Площадка не огорожена. Защитные мероприятия не произведены. Ну как так-то? В нарушениях собственника обличают и эксперты. Оно как минимум является историческим объектом, который по действующему проекту зонограны демонтажу не подлежит без специального разрешения. Городозащитники бьют тревогу. Вместо насосной станции, построенной больше сотни лет назад, может появиться очередной коттедж. Здание формирует великолепное своим оформлением вторую закоторосную набережную. И вообще, я хотела бы сказать, что здания промышленной архитектуры в Ярославле, их не так много. Где правда и кто виноват, а главное, как наказать виновных, теперь в этом будут разбираться правоохранительные органы. Останьтесь, сейчас группа подъедет, вас возьмёт объяснение. А чего же меня набрали? А кого ещё брать? Нина Колтина, Георгий Колчин и Юрий Кораблёв. День в событиях.